Всем привет! Меня зовут Инга, я преподаватель русского языка. Сегодня мы поговорим о репортаже, как о жанре публицистики. Для начала необходимо разобраться с тем, что же такое публицистика. Публицистика это вид литературы, который характеризуется злободневным общественно-политическим содержанием. Публицистический текст предназначен для воздействия на сознание максимально широкого круга читателей. Где мы можем найти тексты публицистического стиля? Ну конечно, прежде всего мы должны сказать о средствах массовой информации. Например, тексты публицистического стиля мы можем встретить в газетах, журналах. Кроме того, публицистические тексты мы можем еще и услышать, например, по радио или телевидению. Какие же бывают жанры публицистики? Среди жанров публицистики выделяют статью, эссе, рецензию, очерк, информационную заметку и репортаж. Конечно, это не все публицистические жанры, а только основные. Сегодня мы поговорим об одном публицистическом жанре, о жанре репортажа. Что же такое репортаж? Репортаж это живой рассказ, очевидца о каком-либо событии общественной жизни. Как правило, это событие очень значимо для жизни общества. Каковы особенности жанра репортажа? Ну, во-первых, мы должны отметить, что важной чертой репортажа является хронологический порядок освещения событий. То есть, автор репортажа сообщает нам о событиях по мере их поступления. Идет от начала к концу. Ну, иногда хронологический порядок автор может нарушать, если это соответствует его задаче. Еще одна важная особенность репортажа как жанр публицистики – это описательность и наглядность. Важно, чтобы, ознакомившись с репортажем, человек представил себе происходящее событие. Поэтому описательность и наглядность – важная особенность репортажа. Кроме того, мы должны понимать, что репортаж должен быть опубликован, должен выйти в свет незадолго после окончания самого события. То есть, репортаж должен быть своевременным. В репортаже автор, журналист должен соблюдать точность. Факты, которые он излагает, должны соответствовать действительности. Кроме того, репортаж, как мы уже сказали, это рассказ очевидца о событии как о процессе. Поэтому важной особенностью репортажа является эффект присутствия автора. Как правило, автор репортажа выражает прямо свою точку зрения относительно происходящего. Поэтому еще одна особенность репортажа как жанра – это отражение активной позиции автора. Репортаж очень похож по своему содержанию на другой публицистический жанр, на жанр информационной заметки. Что между ними общего? И репортаж, и информационная заметка посвящены какому-то общественно важному событию. Однако между ними мы можем наблюдать существенное различие. Если информационная заметка сообщает о событии как об свершившемся факте, то репортаж описывает события, изображает события как процесс, как стремительно или не очень развивающееся действие. Репортаж состоит из нескольких частей. Первая часть – это зачин, вторая часть – это непосредственно центральная часть или основная часть и третья часть – концовка. Что же такое зачин? Зачем зачин нужен в репортаже? Зачин нужен для того, чтобы описать место и время действия. Кроме того, зачин нужен еще и для того, чтобы обозначить участников события. То есть важно, где происходит событие, когда происходит событие и с кем. В зачине могут использоваться специальные речевые средства. Например, односоставные предложения, которые позволяют представить себе обстановку, в рамках которой происходят события. Для того, чтобы описать место и время события, часто используются безглагольные конструкции. Иногда в зачине мы можем увидеть прямое обращение к читателям. Ну, конечно, в зачине можно использовать и другие речевые средства. Мы перечислили только некоторые. Разберем пример, рассмотрим пример зачина репортажа. 12 часов дня. Мы на самой оживленной магистрали города. Непрерывным потоком движутся машины. Так видим в этой части зачина. Автор описывает место и время. Что мы знаем о времени? Мы знаем, что 12 часов дня. Что мы знаем о месте? Мы на самой оживленной магистрали города. Далее, в следующем предложении видим, автор более подробно описывает окружающую среду. Непрерывным потоком движутся машины. Видим, что в этой части зачина используются как раз-таки безглагольные конструкции. Например, безглагольные конструкции является первое предложение. 12 часов дня это назывное предложение. Мы на самой оживленной магистрали города. Здесь тоже, видимо, отсутствует форма глагола. То есть, это тоже безглагольная конструкция. Далее читаем. С минуты на минуту здесь должен появиться автобус с участниками Олимпиады школьников. Итак, в этой части мы уже узнаем об участниках этого события. Мы узнаем о том, кто является главными героями этого события. После того, как мы познакомились с местным временем и героями события, мы должны перейти к центральной части. Мы должны узнать, что, собственно говоря, происходило. Центральная часть репортажа представляет собой подробный рассказ о развитии событий. Эта часть представляет собой основной блок информации. Главный тип речи здесь, конечно же, повествование. Однако мы должны взять в расчет тот факт, что не всегда репортаж посвящен какому-то событию, стремительно меняющемуся. Иногда репортаж может быть посвящен выставке, например, какой-нибудь. И тогда главенствующим типом речи будет уже не повествование, а описание. То есть все зависит от темы репортажа. В центральной части репортажа используются специальные речевые средства. Чаще всего используются глаголы. Глаголы в настоящем времени. Этот вид настоящего времени еще называют настоящим репортажем. Кроме глаголов в настоящем времени используются довольно активно глаголы прошедшего времени совершенного вида. Эти слова нам нужны для того, чтобы обозначить то, что, собственно, уже произошло. Кроме глаголов еще в репортаже используются глагольные формы, например, краткие страдательные причастия. Это напрямую связано с тем, что главенствующим типом речи в репортаже чаще всего является все-таки повествование. Повествование, мы помним, это такой тип речи, который рассказывает о последовательно развивающихся событиях. Главной движущей силой повествования является как раз таки глагол, поскольку глаголы и глагольные формы обозначают действие. Третья часть репортажа это концовка. Чаще всего концовка содержит оценку события краткий вывод, к которому автор приходит в результате размышления и к которому подводят читателя или слушателя. Авторская позиция в заключении или в концовке чаще всего выражается с помощью оценочной лексики. Оценочная лексика это такая лексика, которая каким-то образом дает характеристику событий, эмоциональную характеристику. С помощью оценочной лексики автор может сказать, что хорошо, а что плохо, по его мнению. Кроме того, авторская позиция выражается с помощью восклицательных и вопросительных предложений. Такие предложения представляют себе в действительности синтаксические средства выразительности, которые мы называем риторические вопросы, риторическое восклицание. Кроме того, для выражения авторской позиции служат также обращения и вводные слова. Например, вводные слова мне кажется, я думаю, уверен, полагаю, несомненно и так далее. Эти слова, конечно, помогают выразить авторскую позицию. Что ж, мы сегодня поговорили о репортаже как о жанре публицистики. На этом наше занятие окончено. Спасибо, пока.